Рабочий день прапорщика Павленко начинается с 8.30 и продолжается до 18 часов. Для чуткого выполнения повседневных задач военного образования не требуется. Но вот специальные знания и опыт в армейском деле обязательны. У женщин есть свои особенности службы, но боевая подготовка и некоторые мероприятия, которые у нас проходят, мы выполняем с мужчинами на одном уровне. В семье Екатерины военных не было, но она, насмотревшись советских патриотических фильмов, мечтала об этой благородной профессии. Я пошла на историю учиться, потому что все те же самые фильмы военные, я хотела знать историю страны. Проработала там, но у меня подруга в армии была, и она мне все рассказывала, повседневную жизнь. У меня покоя не было, я хотела в армию. Бросила все это дело и ушла в армию. После четырех лет работы учителем истории в Ямской средней школе Домодедовского района Павленко на 180 градусов меняет жизнь. Идет служить по контракту воинскую часть 52-096 5-й дивизии противовоздушной обороны. Профессиональная деятельность в мужском коллективе это очень интересно. У нас дух соперничества. Мы хотим доказать женщинам, что мы умнее, мудрее и что мы можем утереть нос. Павленко уже шесть лет служит. Екатерину поддерживает дочь Анна, которая недавно вступила в ряды юнормии и наравне с мамой собирает и разбирает автомат. На конкурсах отряд Ямской средней школы часто занимает призовые места. Жизнь Кати плотно связана со службой. Недавно увлеклась гирьевым спортом. Ведет концерты в офицерском Доме культуры. Активно общается с сослуживцами и в свободное время. Считает, что женская верность в армии это большая сила. Девочки, желаю вам оставаться всегда красивыми, милыми, нежными. Хотя и на таких сильных должностях. Будьте всегда прекрасны. Галина Житкова, Константин Брулов, Елена Кошелева. Видное ТВ.